В тот день, вот получается, перед родами все от меня скрывали, то есть он там то он занят, то он там крышу дедушки делает, ну не хотели, чтобы я расстраивалась. Потом уже поняли, что его не отпустят, уже говорит, ну Алина, типа, ну так, забрали его в 8 утра, пришли, скрутили, в одних трусах хотели вывезти, хорошо, что хуй дали одеться. Я лежу на операционном столе, я понимаю, что у меня сейчас будет встреча с дочкой, а я тогда думала только о нем. Лежала просто, думала, ну как он там, извиняюсь. Но все равно потом, вот, когда вот после наркоза отходила, я просто ждала звонка, чудо, вдруг его отпустили, он мне позвонит. Потом, пока лежала в роддоме, каждый день думала, ну что его отпустят хотя бы на выписку, что я его увижу. Ну нет. Здравствуйте, я Алина Малюта, жду своего мужа политзаключенного, Николая Малюту. Вместе мы 5 лет вот сейчас будет в июле, а в браке мы 2 года. Вот, расписались вот мы 2 года назад, и у нас двое уже девочек. Он учился на историка, но зарплата у историков не такая, как у строителей. Вот, работа с строителем. Когда он работал, у нас всегда хватало денег. То есть и на еду, и за квартиру, и за квартиру у нас съемная. То есть, ну и там и себя побаловать, там что-нибудь купить, там детям игрушки. Сейчас я живу только на одни детские. И спасибо родителям и свекрови, что вот мне помогают, действительно финансово платят за квартиру, и так продуктами всем помогают. Вот, сегодня старшая дочка вот сейчас у бабушки находится. Вот, они забирают, когда бывают такие, что ночью бессонные. То есть они помогают, забирают старшинку, чтобы я хоть как-то вдохнула немножко. Вот, очень благодарна, конечно. Да. Так, вот. Я ему отправляю деньги, стараюсь чаще, конечно. Ну, с детских отправляю, там, всегда там побольше стараюсь. А как, ну, там, в середине, в конце месяца, там, рублей 20, ну так. Он за них покупает сигареты, потому что если сигареты передавать, они всегда приходят им поломанные, рассыпанные. То есть вообще. А так он может купить себе сигарет, каких-нибудь сухофруктов. Это набережная Франциска Скорыны. Мы здесь очень любили с ним часто время проводить. Когда еще не было детей, ну, просто любили посидеть с ним вдвоем в тишине. Здесь людей нет, не было вообще здесь ничего, никого. То есть мы только вдвоем. Особенно в ночное время. Вообще, Коля, он не любитель гулять, так скажем. Он домашний человек. Он лучше дома был сидеть, чем куда-то ходить гулять. Ну, вот появилась дочка вот первая. Нам надо было почаще выходить гулять. Он ходил вот с нами. Я была вообще прям на седьмом небе счастья, что вот Коля гуляет со мной. Дочке два года сейчас будет. Коля ее очень сильно любил. И она любила его вот больше, чем меня. У меня иногда, конечно, ревность какая-то была из-за этого. Но, с другой стороны, меня это очень умиляло. То есть папина дочка. То есть она всегда к нему, она всегда с ним. Она всегда везде, только рядом с ним. Она всегда его встречала с работой. Она, ну, по часам она не разбирается. Но она всегда знала, что в 9.30 вечера он возвращался домой. Она всегда встречала его возле входной двери. То есть, допустим, если она не слушается, Коля просто, он никогда на нее не кричал. То есть вообще никогда у нас такого в семье не было. Он просто скажет ей так, так, так. Все, она сразу успокаивается, сидит так спокойно. Но она его понимала. А когда его забрали, вот первое время, она ходила по квартире его постоянно искала. Все ходило, папа, папа. В полдевятого, в полдесятого вечера она всегда бегала в входной двери. То есть стучала в двери, папа кричала. Очень долго из-за этого первого времени она не засыпала тоже. Очень поздно ложилась спать. Она не могла уснуть без него. Ну, в первое время морально было сложно. То есть это все наблюдать, конечно. Когда мы встречались, я бы не сказала, что он вообще романтичный человек. По письмам я поняла, что он капец какой романтик. Да, он мне пишет, бывают такие слова, что просто читаю и плачу. Ну, ты мой, Коля пишет. Ну, как-то не верится даже. Маленькая моя, любименькая, я очень скучаю по тебе. Не проходит минуты, чтоб я о вас не думал. Обещаю тебе, что буду держаться и не раскисать. Я твое письмо перечитываю каждую ночь перед сном. Прошу Бога за вас. Письмо тобой пахнет до сих пор. Так вот и засыпаю с мыслями о вас. Очень хочу детей увидеть. Как они там? Обидно за то, что он ни разу не видел еще вторую дочку живую, только по фотографиям. Он не видит, как она растет. Я вот снимаю все это на видео, перевороты первые, какие-то первые звуки, первые слова дочки старшей. Я это все запечатляю на видео, чтобы он потом это все мог увидеть. То есть, ну, ничего не пропускаю. Агу. Скажи Агу. Агу. Или потом папе покажем, да? Мы с мужем часто спорили, как называть вторую дочку. Я хотела Владислава, а он хотел Варвара. То есть, ну, если бы его не забрали, я бы назвала Владислава. Варюшка. Варенька. Варька. Я такая еще говорю, Варя, огукни его сколько раз, через сколько месяцев папа вернется. Варя четыре раза мукнула. Очень надеемся, что Варя нам правду сказала. Следователь дал понять, что четыре года и не меньше. В этой статье всем дают четыре года. Я очень хочу, чтобы его, когда направят куда-то сидеть в колонию, чтобы он был рядом, ну, ближе к Бресту, чтобы я могла на те же свидания ездить. Первое и последнее пока свидание у нас было в июне, начале июня, ну, два часа. Ну, эти два часа пролетели тоже просто как две минуты. Ну, вообще, когда вот сели, я просто вот вижу его, что он в полметра от меня буквально, я его слышу голос, я не могу его дотронуться. У меня началась вот истерика, я начала реветь. Смотрю, что он тоже еле сдерживается. Ну, слезы у него в глазах были, но он сдерживался и меня старался как-то успокоить, чтобы я не плакала. Тоже заметил, что у него на руках синяки были. Естественно, он мне правду не рассказал, чтобы я не переживала. Ну, я и так поняла, откуда эти синяки. И он как бы отказывается помиловать, я его поддерживаю полностью в этом. То есть я бы тоже не писала. Все предлагали. Ну, все отказываются. Молодцы. Как-то был такой случай, Коля закрылся на балконе, а я была беременная. Ну, мне вот заскок, так скажем, в голову зашел поругаться с ним. И он то ли не хотел выходить с балкона, то ли что. Я закрыла вот на эту вот ручку и вот на балконе. А он встал тут возле дверей и тут написал «А плюс К равно сердечко». Вот я до сих пор не смываю, вообще не мою. Напоминает о нем, да. Улыбаюсь сразу, когда вижу эту надпись. Я жена героя. Как бы, ну, я горжусь им. И он мне пишет письма, что он гордится мной очень, что вот я справляюсь, я молодец. Его поддержка мне еще больше силы придает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok